Во всём мире более миллиарда человек живут с какой-либо формой инвалидности. Из них почти 200 миллионов испытывают серьёзные трудности в обычной жизни. С каждым годом инвалидность будет вызывать всё большую озабоченность. Поскольку с увеличением продолжительности жизни её распространённость увеличивается. Для создания и успешного развития инклюзивного общества мы обязаны расширить права и возможности инвалидов и разрушить барьеры, которые мешают им участвовать в жизни сообществ. Невозможность передвигаться самостоятельно осложняет и даже делает недоступными для инвалида огромное количество сверхжизни. На сегодняшний день существует не так много транспортных средств для инвалидов-колясочников. Их можно разделить на два основных типа. Первый – это транспортные средства на базе тяжёлых квадрициклов. Второй – на базе уже существующих в серийном производстве легковых автомобилей. Безусловно, огромным плюсом является уже само существование таких средств передвижения. Однако все они, обладая достоинствами, имеют и ряд существенных недостатков. Во-первых, все решения, созданные на базе тяжёлых квадрициклов, являются одноместными. Человек с инвалидностью не сможет ехать вместе со своим другом, родственником. В случае необходимости он не сможет уступить оппоненту руль. При поломке на дороге он останется один со своей проблемой. Во-вторых, в этих автомобилях человек может ездить только в инвалидной коляске. То есть даже переставить квадрицикл с места на место человек без коляски не сможет. Также эти машины не имеют возможности выезжать на скоростные магистрали, что является серьёзным ограничением по географии их использования. Что касается автомобилей, созданных на базе серийных легковых авто, они имеют ряд недостатков. Они производятся на базе минивэнов, которые неудобны для использования в городе, а также имеют большой габаритный размер. Кроме того, такие автомобили изначально очень дороги, а после доработки и установки спецоборудования их цена возрастает до двух раз. Полноценно заменить автомобиль не способны ни одной из существующих на сегодня решений. Во всех этих моделях были определённые недостатки и сложности. Нам же хотелось сделать автомобиль универсальным. Понимая все эти особенности, мы решили попробовать создать свой автомобиль, лишённый всех этих недостатков, максимально отвечающий потребностям людей с ограниченными возможностями передвижения. В 2013 году Александру Семкевичу пришла идея создать оригинальный автомобиль для инвалидов. Нам хотелось сделать полноценный автомобиль, эргономичный, удобный для всех групп инвалидов, чтобы им могли пользоваться люди, имеющие проблемы с нижними конечностями, чтобы он был удобен для инвалидов-колясочников, при этом чтобы пользователь был и водителем, и пассажиром. Несколько лет Александр Сенкевич вынашивал эту идею. Проект был представлен в 2016 году Анатолию Юницкому и одобрен им. После этого было создано небольшое конструкторское бюро. Тогда первыми к проекту присоединились инженер-конструктор Александр Курбан и Антон Васанский, инвалид-колясочник, который стал источником необходимой информации и испытателем всех конструкторских решений. Была проведена оценка реализуемости проекта. Это значит, были определены габаритные и компоновочные размеры автомобиля, коляски, сидения. Проработана доступность управления, эргономичность, проведена оценка зон видимости, показатели безопасности и многое другое. Автомобиль создавался вокруг человека в коляске, компенсируя ограничения и предоставляя возможности. На этом этапе был выявлен ряд моментов, которые потребовали доработок и дополнительных технологических решений. Это замена зеркал заднего вида на камеры и оригинальная система фиксации кресел и создание специальных инвалидных колясок, которые можно использовать в качестве автомобильных сидений. Нами был создан посадочный макет. Результатом работы с этим посадочным макетом было понимание того, что человек в инвалидной коляске может самостоятельно подняться в салон автомобиля, закрепиться на месте водителя и управлять этим автомобилем. Результатом работы этого посадочного макета по результатам и было принято решение о создании такого автомобиля. После этого на разных этапах к проекту присоединились еще пять опытных конструкторов и дизайнер. Работа по созданию электромобиля длилась около двух лет. Были победы и сложности. От каких-то решений пришлось отказаться, какие-то заменить на более современные и универсальные, а где-то придумать и воплотить что-то новое и оригинальное. Одной из главных задач было рассчитать и спроектировать такую инвалидную коляску, которая может быть автомобильным сидением. С одной стороны, она должна быть легкая и мобильная, с другой – нести определенный запас прочности автомобильного сидения. Нам удалось сделать эти два решения в одном. Помимо коляски с ручным приводом, в качестве опции была разработана и изготовлена коляска с электрическим приводом. Также нам пришлось самим разработать и собственную систему крепления кресла к автомобилю. Мы изучили готовые решения на рынке, но столкнулись с несовершенством конструкции и высокой ценой. А мы стремились к тому, чтобы сделать нашу машину в первую очередь финансово доступной. И наша система также надежна, удобна в использовании и технологична в производстве. В процессе работы над доступом в автомобиль было принято решение заменить наклонный посадочный пандус на более безопасную и комфортную лифтовую систему. Были соблюдены сертификационные правила по требованию к подъемным механизмам в автомобиле. Рассчитан его каркас. Пока на посадочном макете проводилась корректировка и доработка, параллельно создавался дизайн автомобиля. Конструкторами было сделано, а потом и оцифрована модель машины из пластилина. Затем уже на 3D-модели происходило проектирование и компоновка деталей. После этого изготовление всех элементов автомобиля. Ну и конечная сборка и испытания. Главной задачей этого проекта было создать автомобиль класса М1, специально предназначенный для людей с ограниченными возможностями, который позволил бы им в полной мере реализовать свой потенциал, доехать до места работы, учебы, досуга, вести более независимый образ жизни. Работа над проектом началась с создания инвалидных кресел, которые предназначены специально для этого автомобиля. Сидение имеет все необходимые регулировки, как и обыкновенные автомобильные сидения. Параллельно с креслом для инвалида было разработано также простое сидение, которые точно так же на колесиках, в любой момент они могут поменяться между собой местами. Это две неотъемлемые части автомобиля, которые поставляются с ним в комплекте, так же как сидение обыкновенного автомобиля. В качестве опции мы предлагаем еще и электрическую инвалидную коляску. Оно специально изготовлено передним приводным для того, чтобы было удобнее маневрировать в салоне автомобиля. Быстро разбокировать кресло можно буквально одной кнопкой. Она же покажет, закреплено ли кресло. Если замок не зафиксировался, автомобиль не двинется с места. Расфиксацию кресла можно осуществить нажатием кнопки на панели приборов, либо же в ручном режиме тремя способами. Первый из них – это потянув за ручку на панели приборов. Второй из них – потянув за ручку, установленную в передней части фиксирующего устройства, а также нажав рукой либо ногой на заднюю часть нашего фиксирующего устройства. На автомобиле реализовано ручное управление, где удобный джойстик выполняет функции газа и тормоза. На дополнительном рычаге управления у нас есть дублирующие клавиши, которые дублируют переключатель поворотов, сигнал, дворники, стеклоочистители и омыватель лобового стекла. Также кнопка управления круиз-контролем и горным тормозом. Отдельного внимания стоит решение по использованию камер вместо боковых зеркал. Благодаря им в сочетании с парковочным радаром и камерой заднего вида человек может видеть более полную картину. Углы обзора увеличиваются и практически исключено попадание машины в мертвую зону. В нашем автомобиле реализована заднепетельная схема открытия дверей. Это сделано для удобства посадки и высадки человека с инвалидностью, который способен перемещаться без инвалидной коляски. Для безопасности в ночное время мы реализовали в нашей ручке светодиодную подсветку. Для большего удобства посадки и высадки пассажира или водителя мы реализовали поворотное сидение. Под капотом у автомобиля есть небольшое багажное отделение, в котором может храниться зарядное устройство. Полная зарядка автомобиля происходит от бытовой сети за 10 часов. С нами был разработан специальный подъемный механизм для удобства высадки и посадки пользователей в инвалидных креслах, которые я сейчас продемонстрирую. Он управляется через пульт дистанционного управления, и это облегчает пользование. После заезда необходимо зафиксироваться и... Подъемник имеет гидравлическую систему. Грузоподъемность его составляет 350 кг. Также выполнено переднее и заднее защитное ограждение. При поднимании подъемника заднее ограждение фиксируется в вертикальном положении, что препятствует съезду коляски при подъеме. Переднее защитное ограждение препятствует попаданию ног под автомобиль, а также при подъеме оно автоматически становится в уровень с полом. При поднимании подъемника до уровня пола подъемник автоматически останавливается. Благодаря небольшой габаритной длине электромобиль можно припарковать перпендикулярно бордюру. Машину можно ставить не только на выделенных площадках, но и на стандартных парковочных местах, даже при нехватке места. И что очень важно, посадка-высадка возможна непосредственно на тротуар. Для удобства в автомобиле установлены ручки на крыше и на стойках. Эти дополнительные точки опоры облегчат посадку и высадку из автомобиля. Ну и, конечно, автомобиль обладает всеми необходимыми современному транспортному средству функциями. Также в нашем автомобиле есть все системы безопасности. У нас есть система противоотката, у нас есть антиблокировочная система тормозов, у нас есть система электронного распределения усилий. Здесь же применена технология электрического ручника. Автомобиль становится на стояночный тормоз путем нажатия лишь одной кнопки. Создатели позаботились и о комфорте в автомобиле. Установлена передовая современная мультимедийная система со всеми современными функциями, такими как AppConnect и Android Auto. Мультируль позволяет пользоваться системой, не отвлекаясь от вождения. Кондиционер же сделает приятной поездку в любую погоду. Максимальная скорость, которой мы ограничили автомобиль, составляет 100 км в час. Запас хода – 175 км. Электроприоз системы рекуперации добавляют автомобилю экономичности, а отсутствие коробки передач облегчает управление. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ После того, как автомобиль был собран, протестирован, важно было показать его людям. Потенциальным потребителям, независимым экспертам, профессионалам. Узнать их мнение, получить объективную оценку и увидеть эмоции людей. Первой площадкой для показа Юнимобиля стала специализированная выставка в Москве «Инвоэкспо. Общество для всех», где автомобиль впервые был представлен широкой публике в сентябре 2018 года. Авторы и разработчики получили возможность показать собственную разработку, пообщаться с людьми, узнать их мнение. «Отличный электрокар, который в себе сочетает возможность эксплуатировать обычному человеку и маломобильному. То есть вот эта универсальность мне очень понравилась». «Продукт уже давно необходим. Машина уникальная в том, что инвалид всегда хочет быть независимым. Поэтому ты на коляске подошел, ты открыл, ты зашел, ты встал, зафиксировался и спокойно поехал. Поэтому это очень актуальный автомобиль. Я бы себе приобрел с удовольствием». «Смотря на то, что автомобиль как бы делался вокруг инвалидов, прежде всего, чтобы было им удобно, да более-таки просторный внутри, и при этом он внешне, ну, симпатичный автомобиль». «Очень классно, с заботой сделано для людей с ограниченными возможностями. Разные варианты в плане педалек, если у кого-то есть проблемы с ногами, можно также пользоваться ручкой. Молодцы, придумали. Очень хорошо, хорошо». «Разработка, которую мне удалось сегодня увидеть, весьма перспективна. Я ничего подобного еще не видел. При правильном построении всех необходимых и сопутствующих бизнес-процессов у этого проекта весьма большое будущее. Внешне очень нравится. Технически очень удобен с точки зрения заезда в салон через открывающуюся заднюю дверь. А то, что он экологически чистый, как и транспорт, я думаю, что это добавляет ему очков». «Начнем с чего? Что любая инвалидная техника – это всегда обосренное мироощущение потребителя. Поэтому все должно быть сделано очень тонко. Вот здесь это и есть. Как в конструкции, так и в стилистическом наполнении. Вот это самое главное. Мне очень приятно, что на нашей выставке есть такой экспонат. И это очень здорово. Мы рады, что наши друзья из Беларуси приехали к нам. Мы надеемся, что наше сотрудничество будет долгим, продуктивным. Спасибо большое». Главная идея Юнимобиля – создание уникальной, комфортной и доступной машины для людей с ограниченной мобильностью. И даже больше – создание нового сегмента рынка услуг для таких людей. Мы уверены, что нам удалось сделать такой автомобиль, и он станет значимым шагом на пути к инклюзивному обществу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!